Михаил Юрьевич, у нас сегодня рубрика «Вопрос-ответ» для БОЖЖ «Фрикс». Симпатичных тёлок воспринимаю как студент. Пошатнулась. Старость. Да, старость. Итак, Михаил Юрьевич, в редакцию поступил вопрос. Какой первый свип или первую атаку вы порекомендовали бы своим ученикам из открытого гарда? Открытый гард очень тема, на самом деле, широкая, потому что к открытому гарду относятся огромное количество положений, среди которых, собственно, Галариевы, Спайдер, потому что все они относятся, так или иначе, к концепции открытого гарда. Но если мы обсуждаем сейчас такой классический вариант, что человек уперся просто ножками вам в бедра, то есть у меня определенные рекомендации. Сейчас мой товарищ Силдыс поассистирует мне. Если мы говорим о позиции Open Guard. Итак, если мы говорим о положении Open Guard вот таком, хрестоматийном, которое надолго, редко в схватке можно увидеть в использовании, то, скорее всего, я бы предложил разучивать Т-Ряда песс, причем, который существует в нескольких вариантах исполнения, я бы предложил следующий. Есть Dynamic Pessing в Open Guard, если использовать Т-Ряда, я бы предложил Pressure Pessing. Я бы рекомендовал версию Т-Ряда песса, когда мы берем два захвата изнутри со штанина. После этого мы стараемся поставить ноги на землю. Сделаем вот такое движение. Одновременно с этим движением я делаю Long Step. Таким образом я оказываю очень серьезное давление на оппонента и прохожу одновременно гард. Движение, само по себе, является хорошим длилом для координационных различных элементов, и, в сущности, в том же виде используется в схватках. Итак, что мы делаем? Мы ставим ноги оппонента на землю, поворачиваем чуть-чуть эту руку и делаем Long Step. Таким образом мы проходим... Да? Человек все время находится под серьезным давлением, таким образом гораздо менее требовательна эта техника. К тому, например, когда делают Т-Ряда, когда человеком крутят под собой, да, это Dynamic Passing. Это все-таки требует лучшей координации, лучшего ощущения момента, то, что противник будет оказывать сопротивление тоже движением. И нужен очень хороший тайминг. В данном случае нужен хороший тайминг для того, чтобы пройти гард. Здесь довольно фрукт-форсное решение. И вы прошли гард. Вы, человека, размазали. После этого вам эти захваты не нужны. Вы сдвигаетесь уже сюда. Если необходимо, вы меняете положение на сайт контроль, который вам будет более удобно. Итак, еще раз, просто без комментариев. Вот, пожалуй, тот Эдбэса, который я бы дал в качестве базового для человека, который начинает изучать опенгард, потому что к опенгарду, в принципе, уже подходят, ну, не совсем новички. Обычно традиционно начинают изучать базовые позиции из клоус гарда. Люди начинают понимать баланс, саму концепцию гарда, что это такое. А если там последовал вопрос про атаку из опенгарда, конечно же, тут желательно максимально упростить тему для начинающего. То есть, начнем с того, что чаще всего на коленях человек не окажется, человек будет находиться в стойке, в опенгарде, у него будет хорошая осанка. Человек с хорошей осанкой как бы создает достаточно много проблем. Что мы можем отсюда попробовать? Из опенгарда мы должны научиться вытягивать одну из конечностей очень хорошо. Потому что если мы не поменяем само положение, чуть в опенгарде, видите, я ставлю ногу и срываю руку, то мы очень надолго здесь завязываем. То есть, отсюда напрямую атаковать достаточно сложно. Вам придется как-то менять положение. Либо делать алогласы, либо делать спайдер, там еще что-то. Поэтому, если мы говорим по движению, которое возможно выполнить максимально близко к опенгарду, мы ставим ногу на землю, после этого, пум, срываем эту руку. То есть, мы высвобождаем ее до того положения, в которое что рука вытянута, и она освобождена. И возвращаемся в омоглату. После чего мы берем захват, отодвигаемся, садимся, и до ламы. Опять же, вопрос начинающему. Что мы подразумеваем под начинающим? Человек, который уже изучает атаки и проходы в опенгарде, ну, это такой условно начинающий. Человек, который ознакомился с базовыми фундаментальными вещами, уже достаточно неплохо понимает, как работать со своим балансом, что нам нужно сделать с опенгарды. Вот это, наверное, были бы такие две наиболее простые. И в то же время я стараюсь сделать так, что техника была бы еще и дрилом. То есть, вот эту техника, обе вот этих техники позволяют надрилить немножечко какие-то движения, которые пригодятся в других техниках. Собственно, вот мое предложение таково. Но на самом деле, я уверен, что сколько тренеров, столько и мнений. Вам дадут из этого же положения, там миллион разных техник с той же степени сложности, с которой мы уже начинали. Пробуйте эти, ищите другие у других тренеров, обрастайте техниками. Увидимся. Утреннее порно от Михаила Погодина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова